ВСУ за прошедшую неделю освободили три квадратных километра вокруг Бахмута. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Малер в эфире национального телемарафона. По её словам, украинские войска продвигаются по южному флангу возле Бахмута и имеют успехи. «По состоянию на сейчас освобождено три квадратных километра, и всего можем говорить об освобождённых 43-х квадратных километрах вокруг Бахмута». В то же время по северному флангу враг пытается выбить украинские войска, потому что ВСУ заняли там ключевые господствующие высоты. «Враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута и не могут там полноценно продвигаться. Поэтому враг пытается штурмовать с северного фланга, чтобы выбить наши войска». Также по данным Генштаба ВСУ, Сила обороны Украины ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу. Кроме того, удары ВСУ по тылам противника подрывают боевой дух российских войск. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. По данным аналитиков, передовые подразделения РФ, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Эти проблемы могут быстро обостриться и распространиться среди оккупационной армии, если одно из подразделений будет уничтожено. По мнению экспертов, это может вызвать панику и значительно снизить боеспособность оккупантов. Кроме того, в боях ВСУ очень помогают переданные Америкой кассетные боеприпасы. Об этом пишет издание The Washington Post. По данным артиллериста, с которым пообщались журналисты, главное преимущество в том, что враг теперь очень боится идти на штурм. Отмечается, что российские подразделения, наступающие с бронетехникой и пешей пехотой, останавливают свое движение вперед, чтобы дать солдатам возможность укрыться от обстрелов. Таким образом, кассетные снаряды, которые замедляют продвижение захватчиков, позволяют Украине сохранить свои силы. Субтитры создавал DimaTorzok